Ох, сколько же событий прошло за то время, что мы не виделись. Есть неделя, в которую втиснуты года. И в размышлениях о том, чтобы такое обозреть, я заметил, что на канале были фильмы, игры, аниме, даже корейская манхва, и нет ни одного обзора книги, которая, как известно, лучший подарок. Что ж, исправляем эту несправедливость. Тем более, что недавно мной был просмотрен тизер новой экранизации интервью с вампиром. Во-первых, я не понимаю, зачем переделывать то, что и так хорошо. Во-вторых, это короткое видео запустило ассоциативную цепочку в моем мозгу, которые пока еще функционируют под напором новостных сводок, и разум подвел итог короткой фразой. Уж лучше бы они Аниту Блейк экранизировали. И, собственно, вот. Анита Блейк – это книжная серия, начавшаяся в 93-м году и с тех пор не желающая сбавлять обороты. Автор – Лорел Кей Гамильтон. И, глядя на библиографию и не ослабевающий читательский интерес, действительно странно, что ее произведения не получили экранизации. Есть, правда, комиксы от Марвел, но я их рассматривать не буду, хотя утащу оттуда некоторые иллюстрации. В жанрах значатся фэнтези, альтернативная история и эротика. Но это описание довольно скучное, поэтому предлагаю свое. Закройте глаза и представьте себе сумерки, если бы у них были яйца. Вампиры – порочные и жестоки, оборотни – кровожадные и похотливы. Если секс, то саморазгнузданные и с максимальным количеством девиаций. Если битва, то со смачным описанием от уровных конечностей, внутренностей на скользком от крови полу, звуками стрельбы и воплями ужаса. На фоне, разумеется, разворачиваются страдания главной героини, метущейся между оборотнем и вампиром. Куда без этого? Правда, и тот и другой действительно чудовище из создания ночи, а не как эти двое. Да и героиня, та самая Анита Блэк, по имени которой названа серия, совсем не ангел и тем более не овца безликая вроде Беллу Суон и в состоянии дать пиздюлей любому монстру. Ну или просто дать. И все это в ситтинге – альтернативной истории, где полиция снаряжается серебряными пулями. Существование магии – известный факт, иные расы, вроде Ферри, тоже не секрет для широкой публики. А, еще в одной из книг ебут гусей, вернее лебедей, но от этого градуса скотства ничуть не меньше. На этом месте все заинтересовавшиеся закрыли видео и пошли читать. Тех, кто решит смотреть дальше, предупреждаю, будут спойлеры, касающиеся мироустройства, некоторых моментов биографий особо важных персонажей и описания значимых сюжетных поворотов. Книги ведут повествование от первого лица, что дает плюс 10 к погружению и заставляет испытывать неловкость, когда идут очень подробные описания постельных сцен. Или это чисто моя проблема? Временные рамки также размыты по понятным причинам. Если в первой книге 93-го года все пользуются пейджерами, то потом как-то невзначай им на смену приходят мобильники. Впрочем, большая часть персонажей является не совсем людьми и стареет куда медленнее, так что это не сильно бросается в глаза. Я закален в гарниле фанфиков и сам-либо, поэтому вряд ли смогу выдать экспертное мнение про язык и стиль письма, плюс это перевод с английского. Вот вам мой вердикт. Моменты описания экшена забойные и кроваво. В эротических сценах нормально, остальное, ну, приемлемо. Повествование от первого лица и мрачное чувство юмора Аниты придает оттенок нуара. С учетом того, что каждая книга посвящена тому или иному расследованию, густ, замешанному на оккультизме, магии, взаимодействии разных паранормальных существ и древних созданий, это добавляет атмосферы. Главное, не вдумываться слишком сильно, и тогда будет по-трешовому хорошо. Из стилистических минусов хочу отметить повторы. В нескольких книгах Анита упоминает, что современные пистолеты способны стрелять даже под водой, и что левая рука у меня вся в шрамах, потому что ее грызут, пока я достаю оружие. Будто автор написал эти фразы в первой книге, забыл, что уже использовал их, и решил вставить в новую. И так не один раз. В некоторых моментах Лорел Кей Гамильтон явно не шарит, возмещая незнание фантазии, и получается далеко не всегда. Также Гамильтон является технофобкой, так и не освоивший компьютер, и судя по всему, это накладывает определенные черты на главную героиню. Кстати, о ней. Анита Блэйк – это женщина, на четверть индианка, немка, испанка, англосаксонка. Невысокая, но мускулистая. Мать умерла, отец пустился в слезы, нет, не шутка. И вообще, по описанию, слово «размазня» по отношению к папаше – комплимент. Так что воспитанием маленькой, но уже сильной и независимой Аниты занималась бабушка Блэйк со стороны отца, считавшая магию данной дьяволом, что было очень удачно, ведь у Аниты проклюнулись способности реаниматора, а позже – некроманта. Во вселенной книге это разные типы способностей, о чем дальше. Постоянное подавление вылилось в резкий всплеск дара. Однажды свежепохороненная любимая собака пришлепала в постель девочки, попутно обдав ту потоками смрада, грязи, разлагающейся шкуры и внутренностей. После этого пришла пора браться за дело уже бабушке Флорес со стороны покойной матери, которая знала за Вуду и помогла девочке обуздать свои способности. Большая часть приключений Аниты проходит в Сент-Луисе, хотя и по другим местам своей необъятной американщины придется поколесить. Что в остальном мире происходит не совсем ясно, но кое-какие моменты можно узнать из диалогов. Например, Вторая мировая тут тоже была, как и Французская революция. Правда, причины и у того, и у другого события были солидной дозой оккультизма и мистики. Например, во Франции дворянство увлеклось обращением вампиров и слишком сильно начало пить кровь из людишек. Революционеры против вампиров-аристократов, почему у меня ощущение, что я совсем недавно это где-то уже видел? Бестиария разберем чуть позже и очень бегло, ведь напридумано там мое почтение. Пока об Аните и ее способностях. Обычный реаниматор — это тот, кто способен поднять труп и заставить его отвечать на некоторые вопросы. Такой зомби не может отойти далеко от своей могилы, более-менее мирный и вызывает скорее жалость. Важно, чтобы покойный не был убит. Если реаниматор поднимает труп убитого человека, то он не будет слушать команд и отправиться мстить. Вроде бы хорошая идея — поднимай жертву убийства, и он сам тебя приведет к преступнику. Зомби упокоить, преступника арестовать. Однако мстящий мертвец превращается в мстящего боксера. И после пары случаев кровавой бойни, когда зомби ушатывал, кроме своего убийцы, еще и полицейских, от такой практики отказались. Так что все по старинке. Улики, свидетели, доказательства и изредка приглашенные эксперты, вроде Аниты. Благо, у полиции есть специальные подразделения, которые занимаются всякой чертовщиной. Некромант куда более опасен, чем реаниматор. Он может поднять любой труп и дать ему команду убивать. Или сшить из нескольких мертвецов одну жуткую тварь. Или даже починить себе вампиров, что, разумеется, очень не нравится кровососам. Неудивительно, что некроманты крайне редки, а при обнаружении их вампирами, отправляются исследовать загробный мир экспрессом. В уже упомянутых фанфиках и произведениях сам Либо есть кривая героя, плавно переходящая в линию Мэрисью. Самый сложный способ показать изменения – это характер и поступки. Самый простой – просто открывать персонажу новой обилки. И юные авторы идут по нему, закапывая даже самые интересные задумки под грудами вражеских трупов. Потому что победить герой становится попросту некому и приходится раз за разом увеличивать опасность. Анита Блейк развивается в обеих направлениях. В первой книге она – истребитель вампиров. Однако волей не милосердной судебной системы США и благодаря прецедентному праву вампиры на момент начала первого романа получают право жить при соблюдении законов, что для истребительницы выглядит дико и пугающе. Ведь здешние вампиры – это не просто люди с клыками и недостатком гемоглобина. Нет, здешние вампиры – это жившие мертвецы. И с рассветом они снова становятся мертвыми. А их душа отлетает. Куда-то. Чтоб вернуться с закатом. Большинство людей не осознают опасности и не ощущают весь ужас, что могут нести подобные существа. И Анита ощущает себя как главный герой фильма «Не смотри вверх». Но теперь, если вампир не совершил ничего незаконного, то он – обычный гражданин. А против судебной системы США можно переть лишь при условии, если ты – сын президента, так что Аните приходится вникать в тонкости внутренней вампирской кухни. И узнавать тех, на кого раньше смотрела только исключительно через прицел, тем более, что они и сами не против познакомиться поближе с Блейк. Постепенно, шаг за шагом и книга за книгой, Блейк переходит от следователя-консультанта в категорию «Обитатели изнанки мира» и становится не совсем человеком, меняя свое восприятие, поступки, мировоззрение и делая то, что раньше не сделал бы никогда. Некромантке предстоит очень-очень многое. И вот тут начинают проступать все более явно черты Мэри Сью, которые в любом другом произведении похоронили бы его с головой в болоте, где главный герой станет сильнее, чем Танос со своей варежкой. А вот Анита Блейк барахтается не без успеха. Давайте, загибайте пальцы. По Аните сохнет мастер-вампир, альфа-оборотень, у нее есть энное число любовников, которые все как на подбор сошли с обложки журналов. Даже изуродованный вампир Ашер изуродован так, чтобы своим уродством подчеркивать сломленную красоту. Между делом, некоторые из них в отсутствии Аниты развлекаются в тесной мужской компании, друг о друге знают и стараются не конфликтовать. Получается, впрочем, не всегда. Попутно Анита заражается вирусом ликонтропии нескольких видов, однако обращение так и не случилось, зато она получила все плюсы оборотней, вроде регенерации и живучести. Также она некромантка, бодр, стреляющая со всех стволов, имеет несколько метафизических голодов, вроде необходимости в стиле суккуба вытягивать из мужчин силы. Так что перечисленный ранее список любовников – это не от распутства, а от запасливости, фактически склад живых консервов. А в одной из крайних книг неугомонная некромантка смогла сожрать самую древнюю сильную вампиршу, получив дополнительные способности. Бонусом идет постепенно развивающаяся социопатия, впрочем, в мягкой форме. Блэк не делал чего-то такого, что может слишком отвратить читателя. Еще одно место, где многие современные авторы подскальзываются. Ну вы знаете, эти авторы, которые в тяге написать про не такого, как все и не совсем героя, уходят в чернуху. Где точно так же, как Ванити Блэйк от первого лица, для лучшего сопереживания, главный герой творит лютый ахтунг. И все оправдания этому – тяжелое детство, деревянные игрушки и антагонисты, которые являются еще большими тварями. На этом причины для сопереживания заканчиваются. Нет, несмотря на все заскоки, Блэйк сохраняет моральные ориентиры в очень сложных ситуациях. Просто иногда мораль приходится использовать не совсем человеческую. Например, классическая ситуация. Антагонист и герой находятся в людном месте. Оборотень наглый, как обезьяна, хотя является волком. Кругом ходят простые люди, где-то в стайка идут дети. Противники переговариваются, и антагонист ощущает свое полное превосходство. У него покровители, деньги, связи, а кругом люди. Он силен и могуч, в полной безопасности. Что делает Анита? Ловит момент, когда Мудила потеряет бдительность и дырявит его в упор серебряными пулями, прямо на глазах охуевших до трех раз взад-назад детишек. А потом еще выпускает целую обойму контрольных выстрелов для гарантии. А теперь посмотрим ради интереса на другую сильную и независимую женщину в многомиллионном фильме от крупнейшей компании, которая базируется на богатейшей киновселенной. Что называется, ощути разницу. Но от главной героини перейдем к тем, кто задает весь тон, как мне кажется. Да, мистических созданий в книгах полно, но именно вампиры получились интереснее других. Здешние ожившие трупы получились очень удачными. Они одновременно и обаятельны, и в то же время вызывают острое желание орать благим матом и срочно сваливать, куда угодно, лишь бы от них подальше. Внутри себя они делятся на родословные. Одни, к этой линии принадлежит большинство дружественных анитикровосись, выходцы из гнезда Бельморт. Кроме тяги крови еще любят, умеют и практикуют секс во всех проявлениях. Возможно, из-за этого больше других сохраняют в себе остатки человечности. Впрочем, обманываться не стоит, под влиянием долгой жизни, жесткой иерархии и постепенного съезда крыши, им часто становится скучно, и вместо обычного секса они легко и непринужденно могут перейти к извращенной гурятине. Да и секс для них не только и не столько удовольствие, сколько еще один способ пропитания. Их соседи по психлечебнице это гниющие вампиры. Соблазнительно улыбающаяся женщина может начать стремительно разлагаться на самом интересном моменте, вызывая у любовника инфаркт жопы. Не смотрите на их обманчиво хлипкий и хлюпающий вид, эти твари сильны, выносливы и способны выносить очень серьезные повреждения. Им плевать даже на серебро, лишь огонь и солнечный свет вас спасет. Наконец, есть вампиры, питающиеся страхом, которые способны вызвать у окружающих в промышленном количестве. Всего существует семь линий родословных, каждая со своими особенностями, однако это число не постоянное и по ощущениям автор книг сама запуталась. Кто от кого происходит, кто кого породил и сколько же всего древних существует. Впрочем, она всегда может выкрутиться и сказать, что это было слишком давно и никто не знает всей правды. Плюс совет вампиров происходит из Европы, а на просторах американщины есть своя экзотика. Типа древних вампиров родом из Мезоамерики, со всеми их атрибутами, вроде особо изощренных методов умерщвления людей, снятия кожи, извлечения внутренности и отрезания всего ненужного, по мнению кровососа. Днем жизнь покидает вампирское тело и оно становится неотличима от трупа, однако рефлексы действуют и подвергшийся нападению днем вампир может выскочить из гроба и растерзать охотника, на чем многие коллеги Аниты погорели. Более того, особо древние вампиры могут просыпаться днем в полном сознании или вообще не ложиться, главное, чтобы они находились под землей, подальше от солнца. Дальше начинается путанная часть под названием Триумвират, которая нужна, по-моему, просто для того, чтобы оправдать причину для встречи Аниты, Ричарда Зэмона и Жанна Клода. Мол, мастер-вампир, оборотень и человек-маг могут создать объединение и на манер зачарованных творить особо лютое колдунство, причем можно украсть человека из другого Триумвирата, что служит для оправдания того, что они тут периодически пытаются лапать другие вампиры, кроме непосредственно Жан Клода. Пару слов о мастере вампиров Сент-Луиса. Он француз, ну то есть прям французистый француз, родился во Франции до французской революции, ходит в обтягивающих штанах и рубашке, который одоляет грудь, бонусом фетишистские сапоги до бедер, тяга к флирту и все возможные пережитые несчастья, начиная с того, что он был в замке мальчиком для битья, которого наказывали за место молодого сына хозяина. И после нового рождения он тоже пережил очень много неприятных моментов, от изнасилования неоднократного до гибели любимой женщины. Ну а так как он француз, то спит и с женщинами, и с мужчинами. Ну как же иначе? Если вампиры отвечают за утонченное веселье, это оборотни ребята куда проще и заметно примитивнее. И вот тут фантазия автора унесла ее куда-то очень-очень далеко. Сначала ликантропия это болезнь, которой можно заразиться, получив некачественную вакцину. Так собственно заразился Ричард Земон, второй любовник Аниты. Потом выясняется, что оборотней очень четкая выверенная иерархия, и даже есть своя мифология, что довольно странно просто для больных людей. Или знание о том, как должно быть устроено их общество, получается вместе с болезнью. Это генетическая хрень. Кроме классических оборотней волков, есть оборотни крысы. Самая крупная группа, кстати, змеи, леопарды, гиены, лебеди, ящеры, львы, тигры. Причем тигры тоже необыкакие, а разного цвета, от черного до фиолетового вкрапинку. И у каждой группы свой вожак, своя иерархия, свои понятия. Плюс за фантазию трудолюбия автору, которую постаралась придать индивидуальности каждой группе. Среди гиен, заглавного, гермафродит по имени Нарцисс. А волки явно имеют тягу к скандинавской мифологии. Но в желании накрутить всего побольше, Гамильтон вела слишком много деталей лора, которые просто не нужны, и сломала себе и оборотням хвост. Оборотни либо дерутся, либо трахаются, либо трахаются после драки. Нет, конечно, тут тоже есть свои интриги и попытки в многоходовочке. Но в сравнении с вампирами это очень блекло. Ричард Демон, оборотень поневоле, до старого вампира Жан-Клода тоже не дотягивает. Устраивает какие-то страдания потому, что стал монстром и становится интересен лишь после принятия своей сущности. Вот тогда, да, осознавший себя оборотень превращается из славного парня со скелетами в шкафах в интересного персонажа. Остальное бестиаре разбирать не буду. Тут есть и Фейри прямиком из Ирландии, и Бессмертные гости из Азии, и драконы из южноафриканских мифов. Так в чем же секрет, отчего книги продолжают выходить и выходить? И их продолжают читать? Лично я остановился на 13 книге. Слишком большое количество рассуждений о сексе со стороны Аниты мне надоели. Однако серия на 21 год насчитывает 28 книг и продолжается. А значит читают. Почему? Все просто. Секс, насилие и мистика. Книги топят педаль в пол, когда дело касается приевшейся сказки про красавицу-чудовище. Красавица тут способна ужаснуть, а чудовище не стесняется быть самим собой, потому что зачем лгать себе и окружающим? Все все знают, не надо стесняться. Вампиры держат ночной клуб, куда люди приходят для удовлетворения своих потребностей, и дети ночи им это предоставляют. Оборотни моментально приходят от человеческих разговоров к звериной жестокости и инстинктам. И это еще не самое худшее, потому что когда их человеческий разум и нечеловеческие потребности соединяются, поверьте, вам это не понравится. Ну или наоборот, очень понравится, зависит от ваших вкусов. Анита Блэк совершенно точно не является шедевром. В ней есть странные и неуместные моменты. Например, старые вампиры, превыше всего ценящие силу и власть, явно недооценят современные технологии. Почему этот мир так похож на наш, со столь большим количеством повторяющихся исторических событий? Что там с мировой политикой? Есть ли какие-то магические атомные бомбы, которые стоят на страже мира и покоя? Но думать об этом не хочется, потому что за углом уже притаилась очередная экзотическая крикозябра, которую необходимо упокоить. И это та самая простота, которая ограничится, не побоюсь этого слова, гениальностью. Это как боевики 80-х и 90-х, как мясной ретро-шутер. Анита Блэк это бульварное чтиво, которое гордится своей бульварщиной и сделано хорошо. Мне почему-то кажется, что по мере скатывания мировой культуры на днище мироздания, подобные произведения будут казаться все большими и большими шедеврами. Не потому что они улучшаются с годами, просто потому что общая обстановка по больнице все хуже и хуже. Спасибо всем, кто досмотрел видео до этого момента и еще увидимся. В дальнейшем я бы хотел еще раз затронуть вампирскую тему. В более японско-британско-немецко-милитаристском стиле. А на сегодня все. До новых встреч.